газотермическое напыление на первый взгляд не самый однозначный способ ремонта различных деталей различных механизмов этот способ применяют для восстановления деталей плоской и цилиндрической форм которые вследствие износа самого разнообразного абразивного коррозионного фрикционного и других видов износа потеряли свои геометрические размеры или свойства ущерб вызванный этим износом проявляется не только в потере средств на закупку нового оборудования либо каких-либо там деталей но также в простое оборудование сомнения газотермического напыления вызывает качество наносимого покрытия и прочность цепления с основным металлом однако как показала практика способ широко применяется и имеет ряд преимуществ перед электродуговой либо плазменной наплавкой на нашем предприятии этот способ успешно применялся 30 лет назад и сегодня мы с перспективой смотрим на этот метод восстановления деталей различных судовых механизмов сварочной лаборатории представителям компании касталин была проведена интересная презентация методов холодного и горячего напыления напыление наносится с помощью ацетиленокислородной горелки порошок подается в газовое пламя с помощью инжектора и транспортирующего газа это может быть азот аргон или воздух в нашем случае это был воздух пламя оплавляет частицы порошка и они прилипают к поверхности детали образуя прочное диффузионное соединение холодный метод напыления для демонстрации методов напыления мы взяли самую обыкновенную стальную трубу из стали 3 диаметром 42 миллиметра и толщиной стенки 3 миллиметра процесс начинается с подготовки поверхности под напыление рваная резьба не обязательно достаточно выполнить обработку абразивным зачистным кругом важно не оставлять следов ржавчины масел и других загрязнений на поверхности до начала напыления для исключения попадания конденсата выполняется предварительный подогрев 100 120 градусов хватает для этих целей контроль температуры производится пирометром или термокарандашом дальше выполняется нанесение тонкого подслоя буквально покрыть поверхность порошком серии проксон он может наноситься на все металлы кроме меди и магния после чего она выполняется нанесение рабочего слоя до необходимой толщины холодное порошковое напыление имеет широкую область применения в основном для восстановления и упрочнение поверхности работающих в условиях металл металл например шейки и поверхности валов гильзы поршни технические данные температура пламени 3200 градусов производительность от одного до 6 килограммов в час потери порошка в процессе напыления от 10 до 40 процентов это зависит от геометрических размеров детали и вида порошка толщина покрытия от 0 8 до 3 миллиметров при необходимости большей толщины целесообразно здесь уже использовать электродуговую наплавку классический метод материал покрытия это металлические или керамические сплавы в виде порошка твердость покрытия от 100 до 450 единиц по викерсу плотность покрытия 85 95 процентов здесь следует обратить внимание так как покрытие имеет микропористость горячий метод напыление при этом методе порошок сразу наносится на подготовленную поверхность во время оплавления порошок смачивает поверхность детали и достигается прочное сцепление с основным металлом прочность соединения наплавленного слоя по сравнению с холодным напылением на порядок выше наносимый порошок расплавляется основа не расплавляется но за счет высоких температур происходят диффузионные процессы из сила сцепления с основой достигает 100 процентов технические данные температура пламени все те же 3200 градусов производительность немножко выше от двух килограмм до 10 килограмм в час потери порошка также в районе от 10 до 40 процентов зависимости от вида порошка и детали толщина покрытия от 0 8 до 3 миллиметров опять же при большей толщине есть уже смысл использовать электродуговую наплавку наплавочный материал это сама флюсующийся порошок на основе никеля кобальта или железа твердость покрытия от 100 до 850 единиц по шкале викерса и плотность мы уже получаем 100 процентов то есть это монолитное хорошее соединение были проведены презентация по холодному нанесенню покрытия газотермичного и горячего принциповая разница визнается в том что в горячем выпускается оплавление нанесенного материала а в холодном у этого плавления не відбувается температура рабочая поверхне на яку мы наносим покрытия не має перевищувати 250 градусов это оптимально при большей необходимости сменшить эту температуру можно проводить напиление от 50 до 150 градусов в соответственно холодное нанесение покрытия наносимо на поверхне яких потрібно відновить невеликую толщину це перше друге когда мы не можем впливать на структуру материала гарячий метод используется когда мы можем перегревать деталь и не есть критичным изменением ее структура важлива только нанесена поверхня и тут мы чётко можем за рахунок материалов подбирать твердость або какие-то механические возможности которые нам нужны и они будут гарантованно обеспечены оскільки немає смешивания с основным материалом и те что мы бачим в паспорте на материал теме отримуємо на поверхности матеріали різноманітні на основе никеля на основе заліза миди керамічні матеріали також можна наносити навіть пластик всі ці матеріали ну перевага газотермічного метода як раз в тому що наплавкою не завжди можна досягнути тих параметрів які нам потрібно також один із плюсів це мінімальний припуск на механічну обработку якщо є якісь дефекти які виявлені в процесі напилення відповідно потрібно шукати на якому етапі була недотримана технологія при чіткому виконанні всіх зазначених рекомендацій гарантія 99% що все вдається Стоить отметить, що спецілисты компанії Касталин занимаються не тільки реалізацією оборудований і матеріалів для напулення але також працюють в форматі B2B, допомагаючи наладити процес і получить положительний результат от применення в роботі їх продукції Каждий матеріал, він імеє свій паспорт, в якому указані рекомендації по основним параметрам Таким як тип пламени, расстояние к горілці, від напуляємої деталі, скорість вращення в зависимості від діаметра і т.д. Тому розібратися там з цим можна Подытожити хочу основними преимуществами методів Преимущества холодного метода можна назвати следуючі Ну в первую очередь это низкий нагрев основного металла, а значит отсутствуют деформации и структурные изменения в основном металле Это очень важно, так как если мы восстанавливаем небольшие диаметры, либо детали, которые имеют какие-то термические упрочнения, например закалку, чтобы это не нарушить Большой выбор порошков с самыми различными свойствами и характеристиками Низкая стоимость оборудования для напыления По сути нужен пистолет, шланги, редуктор, баллоны и можно заниматься напылением Простота процесса напыления Здесь нет необходимости привлекать высококвалифицированных специалистов При соблюдении всех заданных параметров результат, как правило, должен быть положительный Низкий уровень шума и низкая задымленность воздуха, так как работает человек, оператор, это тоже немаловажно Преимущества горячего метода Высокая производительность По сравнению с холодным производительность немного выше Отсутствует смешивание наплавки с основным металлом Что обеспечивает высококачественный наплавленный сплав уже в первом миллиметре нанесенного покрытия Это преимущество однозначно Однородная с полным отсутствием пор структура сплава Гладкая поверхность, требующая минимальных механической обработки Там полмиллиметра достаточно на сторону для чистой обработки Высокая сила сцепления с металлов, отличная стойкость к шоковым нагрузкам и возможность многослойной наплавки Мы благодарим Ивана за демонстрацию методов напыления и надеемся на дальнейшее сотрудничество и по другим направлениям в области сварочного производства Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!